Приветствую всех любителей смартфонов и гаджетов, сегодня мы говорим о минусах Pocophone X3. И смартфон в целом мне нравится по соотношению цена и характеристики, это отличное предложение на рынке. Но есть минусы, о которых я не знал перед покупкой этого смартфона, сейчас я о них расскажу. Наверное самое первое, то что на телефоне приклеена пленка, и пленка приклеена неровно, то есть немножко пленка смещена налево. Но это не так страшно, на пленке абсолютно нет никакого олеофобного покрытия, здесь остаются отпечатки пальцев, палец абсолютно не скользит. В общем пленка на смартфоне очень дешевого качества. Второй пункт, то что я надеялся, что в оболочке Pocophone не будет рекламы, но реклама здесь присутствует. Точно так же и на всех смартфонах от компании Xiaomi, во встроенных приложениях от компании Xiaomi здесь есть реклама. То есть куда бы мы ни заходили, мы постоянно будем видеть рекламу при скачивании темы, при каких-то других моментах здесь будет всегда нам показываться реклама. Это неотъемлемая часть компании Xiaomi, и всегда у нас показывается реклама во всех встроенных приложениях от компании Xiaomi. Третий пункт, это наверное дисплей. Дисплей здесь на 120 Гц, честно говоря, такой разницы между обычным 60 Гцовым дисплеем и 120 Гцовым дисплеем я не вижу. Опять-таки это наверное мой глаз, возможно вы эту разницу увидите. Но дело в том, что даже если здесь поддерживается 120 Гц в оболочке, в самой оболочке, когда у нас очень плавно все, но очень многие приложения и игры не будут поддерживать 120 Гц, потому что это нужно, чтобы еще сами разработчики приложений добавили поддержку 120 Гцового дисплея. Слот здесь комбинированный. То есть здесь можно поставить либо одну сим-карту, карту памяти, либо просто две сим-карты. И 64 Гц встроенной памяти очень мало, потому что изначально в смартфоне уже занято 20 Гц. То есть нам остается из 64 Гц памяти всего 40 Гц памяти. Следующий пункт, это процессор Snapdragon 732, который впервые стартовал на этом смартфоне, в жизни оказался точно таким же процессором, как и чип от Snapdragon 730 или даже 720. В Antutu он набирает примерно 280 тысяч баллов, я делал несколько тестов и сумма примерно одна и та же. Вот у меня здесь под рукой Snapdragon 730, вот результат 280 тысяч баллов в Antutu. То есть чип вроде бы и новый, но на самом деле он практически не отличается от того же Redmi Note 9S на 720 в этом Snapdragon. Примерно одно и то же. Теперь немножко уже придирка не самой кампании, но все равно такой момент есть, когда, например, мы набираем на клавиатуре что-нибудь, у нас здесь нет вообще никакого места, нет промежутка, как это, скажем, сделано в клавиатуре iPhone. И когда мы нажимаем на пробел и как-то чему-то такое нажимаем, очень часто происходит сворачивание. Это вот такой момент, то, что нужно знать, хотя, конечно, клавиатуру можно поменять. Кнопка громкости, кнопка громкости, она очень маленькая и она сдвоенная, честно говоря, тяжело по ней попадать, но опять-таки это немножко мое как бы предвзятое отношение. Возможно, кому-то такое решение очень понравится. То, что мне не понравилось на моем конкретном смартфоне, слот от SIM-карты, он немножко торчит. То есть, когда мы проводим, на других смартфонах это более гладко, но здесь в этом смартфоне лично в моем экземпляре торчит слот. Следующий момент, то, что смартфон реально очень большой и тяжелый. Смартфон весит 215 грамм при батарейке в 5100 мАч и он тяжелый и толстый. Даже если сравнивать, вот у меня под рукой Oppo A72, здесь 5000 мАч, здесь 5100 мАч. И посмотрите, насколько Poco больше, просто он толще. Он толще и он тяжелее. Здесь 215 грамм, здесь 192 грамма. Почему он тяжелый, я не могу понять. Очень сильный блок торчит камер. Обычный смартфон здесь блок более-менее, здесь с Pocophone просто блок камер. Торчит очень сильно. Конечно, это означает, что телефон будет царапаться. И опять-таки у меня придирка к камерам. Зачем нужно было делать две абсолютно ненужные 2-мегапиксельные камеры? А на основном сенсоре даже нету здесь аптеческой стабилизации. Следующий пункт это звонилка. Звонилка теперь у нас от компании Google. Это гугловская звонилка. Это навязывается самой компанией Google. Потому что раньше в звонилке в программе телефон от компании Xiaomi была возможность сделать запись звонков. Теперь это нужно делать с какими-то сторонними решениями. Ну и также, как и на всех смартфонах от компании Xiaomi, здесь имеются встроенные спам-приложения. То есть, когда мы только открыли телефон, имеется здесь спам-приложение от компании Xiaomi. То есть, они навязывают нам какие-то приложения. Покафон X3 в целом оправдывает свою цену, но я ожидал этого смартфона чуть большего, чем от других смартфонов от компании Xiaomi. Потому что покафон X3 по большому счету очень мало чем отличается от Redmi Note 9 Pro. Потому что если мы возьмем конфигурацию памяти 6 до 28, то по цене они стоят примерно одинаково или даже чем-то Redmi Note 9 Pro дешевле. Но если сравнивать по всем характеристикам, то примерно это один и тот же смартфон. Да, конечно, какие-то отличия есть, но все равно очень много и схожих моментов. По процессору, покафон X3 на 732 Snapdragon оказался слабее, чем самый первый оригинальный покафон на 845 Snapdragon 2018 года. В целом, мне смартфон нравится, но почему-то у меня были чуть больше запросов к этому смартфону и чуть больше ожиданий. Напишите ваше мнение об этом смартфоне. Спасибо за просмотр. До новых встреч.